Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас из города-курорта Анапа, поселок Джимотэ. Джимотэ кипит жизнь, очень много отдыхающих, плюс 19 градусов. Вчера был ливень, немножко подтапливало. Сегодня посмотрим, как выглядит здесь все. Сегодня случилось страшно. Утром был атакован наша столица, были прилеты тронов в некоторые дома. Министерство обороны заявило о том, что была атака 8 беспилотников, в некоторых источниках до 25. Заявляют. Хорошо, что жертвов не заявляется. Все было сбито. Нашей ПВО респект и спасибо большое. Хотя люди ругаются, что типа как это все сбито, а там какие-то беспилотники прилетели в дома. Но может быть изменили траекторию движения. Не знаю, что произошло, ребятки. В общем, я думаю, что ничего так сильно не объединяет всех либерально настроенных людей. Как беспилотники в Москве, как бы это грубо не звучало. Думаю, что у многих откроются глаза и они поймут, что они не выбирают к цели. Кто там за, кто там против, кто там воздержался. И все, кто это поняли, дай бог, чтобы было дальше все хорошо. В Анапе обнаружили две минометные мины времен Великой Отечественной войны. Недавно в ходе проведения сельскохозяйственных работ в полях Подамата были обнаружены подозрительные предметы. Приброшенные на место взрывотехники Росгварди установили, что это две 82-мм мины времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы уничтожили с соблюдением мер безопасности, сообщили пресс-службы ведомства. Как сообщают кубанские новости, у нас вчера в море возле ТОПСЭ произошло землетрясение. По данным Единая георгитетическая служба РАН, ШНАП-46, подземный толчок унитудой 3,2, произошел в Черном море вблизи ТОПСЭ. Его зафиксили на глубине 5 километров. Никаких разрушений, пострадавших ничего нет. Так что все хорошо, ребятки. Двигаемся, посмотреть по сторонам Джима Тэм. Мы находимся в центре, так сказать, курортной жизни. С правой стороны работают уже бары, рестораны, шашлычные. Джима Тэм это уже все и самое главное, сколько людей гуляет. Сандай отель есть на обзоре, можно посмотреть. Так же, как и в столовой в прошлом году мы показывали. Слушайте, ценник прям приятный такой. Так вот такая вот раздача. Можете по ценникам посмотреть, написать, дорого или нет. Практически на все цены уже установили. И здесь вот можно посмотреть на саму столовую. Спустя год мне тут передали подарочки для моей дочки от моей подписчицы. Она, кстати, недавно спрашивала, такие вот бантики прикольные. Спасибо! Моей подписчице тоже огромное спасибо за этот подарок от души. Вот все-таки забрал. А то он недавно написал, ее разобрали. Вроде бы заходила. Этот зашел, что-то не смогли найти или ключ не нашли там от чего-то. Ну и теперь пошли дальше. Смотреть, что тут за движуха есть непосредственно на самом джоутом. Кафе. Фрегат, пожалуйста. Уже открывается, еще не открылось. Везде завозы, подвозы. Гостевой дом тут. Показано, кстати, олимпийский на обзоре. Видно, завозят. Говорят, что с того же. И кафе Клинт тоже постепенно запускается. Столовая уже заработала. Сейчас зайдем, глянем, что почем здесь у ребят стоит. Это интересно будет. Еще швычок. Жарит кружочок. Кстати, ценники по шашвычку. Можно разглядеть все полностью. Ну и столовую Клинт давайте тоже посмотрим, что здесь, по чем стоит вообще. Ценники далековато. Ну, я думаю, что разглядеть их в принципе. Тут сразу по портцам получается, не на вес написано. Так вот. Первое блюдо больше 59 рублей, допустим. Выпечка разнообразная. Мешки, то есть удобная. Ну и зона отдыха тоже довольно-таки красивая. Все, смотри, здравствуйте. Все, погнали мы дальше. Посмотрели здесь по ценам. Кстати, я еще не обратил внимания. Здесь ребята делают и пиццу. Но сегодня будет такой хороший обзор по ценам. Джимоте, чтобы было понимание вообще, что подорожало, что нет. Буфет-причал работает вообще круглогодично. Можно прийти к ним в любое время, насладиться блюдами. Здесь мы смотрим, что готовятся к открытию. Но еще не запустились ребята. Бывшая или в пещеру. Сейчас, честно, даже не вижу названия. Не знаю, как точно называется. Такой батут поставили даже с детской комнаты. Очень интересно. Ну и людей в Джимоте, несмотря даже на такую нелетную погоду, довольно-таки много. Здесь можем видеть, кстати, есть тоже разнообразные варианты покушать по ценам. Шашлычок. Ну, много-много всего предлагают. Работает магазин «Пятерочка». Туда дальше магнит, винотеков она горит. Аптеки есть. Славится мороженое. Ну, народные тропы, конечно, меня радуют. Слушайте, тут, вопреки всему, сами выросли маки на клубах. Видите, природу не трогать. Она знает, где, чтобы что росло. Там вот у нас клуба рапса появилась. Ну, в общем, не хватает этому скверу ухоженности. Честно, в Джимоте хотелось бы, чтобы все-таки улучшалась эта зона. Аромат Джимоте шашлыка – это, конечно, фантастика. Он даже вот там у ребят жарится. Сейчас сходим, посмотрим, там, почем цены. Вот такие прям количество. Как вам? Все бегут, 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 и я бегу. Красота. Здесь, я смотрю, ребята в этом году делают еще шаурму. Разный шашлычок. Жарит мужичок. День добрый. Да-да, смотрите, самый лучший шашлычок. Или самый лучший мужичок. Да. Да. Вот такая вот зона у ребят, чтобы покушать. Выпечку предлагают, салатики разнообразные. Ну, еще немного пооткрывалось. Мы врываемся, ребятки. Это Джимоте. Как вы поняли, первый проезд. Работают аптеки, свежее мясо, парикмахерские. Что-то фрукты, овощи пока не открылись. Вещи уже вовсю продают. Ну, и здесь столпотворение. Люди, машины, все перемешалось. Все готовится уже вовсю работать летний сезон. Сегодня 30 мая, дорогие мои. Уже тут до сезона осталось совсем чуть-чуть. И можете увидеть все товары уже выставлены. Те ролеты, которые запустились, все работает, все по красоте. Людей тоже очень-очень-очень много. И это, на самом деле, прям хорошо. Что приезжают с таким количеством и уже радуют наших продавцов. Ну, и вас. Радуют все продавцы, улыбаются. Красота. Здесь еще не запустилось заведение. Но уже вот кофе предлагают потихонечку вам испробовать. Вот-вот, в числах 5 июня, мне кажется, здесь будут уже работать абсолютно все ряды торговые. Можно будет купить все, что угодно. Здесь, как говорится, без изменений каких-либо. Все готовится к тому, чтобы лета наступило и пришло как бы все хорошо. Фрукты и овощи с правой стороны продают. Черешня, помидорчики. Красота. Где-нибудь обязательно мы упросим даже других наших продавцов, что почем они продают. Это улица Песчаная. Ребятки, можете посмотреть. Есть небольшие подтопления. Ну, это вообще как бы обычное дело слева-справа. Самое главное, что очень-очень-очень много людей. Мне это больше всего радует. Дай бог, чтобы так и было. Здесь пивас подключают. Пойдем посмотрим, кстати, по цене. Это столовая такая культовая B-52. Интересно в этом году, что почем. Раньше здесь было удобно зайдешь. Ценничек висит. Теперь только туда. Ну, пойдем глядеть. Смотрим ценники с вами, чтобы не пропустить ничего. Какао, салатики разнообразные. Здрасте. Сгущёнка, вафли, борщики. Сметанка, сырнички. И что подписано, можно показать. Обещайте. И с этой стороны уже видно. А где по первым блюдам цены? Ага, вот там можно увидеть, ребята. Столовая хорошие отзывы постоянно. То есть, если вы здесь отдыхали, обязательно напишите, понравилось вам или нет. Если, да, то какие-то блюда, может, посоветуйте нашим дорогим подписчикам, кто пойдет сюда кушать. Ну, а также вот такая вот тенистая зона для отдыха. Шикарное место. Жду вас в комментариях, друзья. Ещё, здравствуйте, разнообразные пляжные туристические предметы продают. То есть, если вы едете к нам, повторяю, у нас всё есть, друзья. Самое главное, чтобы вы приехали. Жалко, конечно, что ещё не всё открыто. Хотелось бы, конечно, более активного. Тут торговля, но постепенно, слышу, везде всё открывается. Да, и тем отдыхающим, которые уже у нас есть, я думаю, того, что есть, хватит, практически, за головой. Ну, в ближайшие дни мы увидим прям, как закипит у нас всё. Часа с 15-го очень много уже у нас приезжает людей. Даже здесь, представляете, целая столовая ещё не открылась. Но скоро-скоро. Разные маечки с надписями. Ну, короче, всё, что вашей душе угодно. Подходим к новому отелю Коста-Альто. Пересечение первого приезда улицы Виноградная. Ой, какие там розы красивые. Фантастика просто. Обожаю, когда зелень появляется. Ну, здесь на первом приезде у нас категорически не хватает, дорогие мои друзья, зелени, лавочек, каких-то мест. Это просто, ну, так сказать, рыночная улица для прохода к морю. Здесь тоже ребята готовятся открывать возрастового дома баунти торговый рейдер. Ой, красота. Значит, Джаматэ, в принципе, тоже пережила ливень. Всё хорошо. Каких-то глобальных там отоплений ничего мы, в принципе, не видим. Поэтому можно этому радоваться бесконечно, дорогие друзья. Надеемся, что так и будут происходить пирожки с пыложарой. Ценники пока не написаны, к большому сожалению. Но надеемся, что в дальнейшем всё появится. Здесь мы можем увидеть тоже разнообразные, так сказать, принадлежности для вашего отдыха. Любимая столовая на углу. Ну, здесь, честно, как всегда, тупик юбилейный. Как всегда, парить затоплен немножечко. Ну, такие вот дела, дорогие друзья. Ну, по тротуарам пройти можно. Это самое главное. Столовая. Любимая, дорогие друзья. Такой вот зал интересный. Сейчас глянем, что здесь под цинком происходит. Выглядит всё довольно-таки симпатично. Прикрыто, красиво. Это самое главное. Ну, и попытаться разглядеть, конечно, что почём. Это очень интересно будет. Я попытаюсь вам как-то приблизить. Формат вроде бы 4К. Но выпущите, друзья. Нормально, ненормально. Так, в принципе, всё красиво. Это самое главное. Все в шапочках, перчаточках. Побежали дальше. Добрый день. Смотрим дальше. Здесь за углом у нас пивац продают. Холодное пиво. Столовая. Полянка. Один из первых обзоров у меня был, наверное, это столовая. С той стороны столовая вроде бы ещё по-нибудь. Хотя вроде бы что-то там уже работает. Так, после столовой полянка мы отправляемся далее. Посмотреть, что здесь есть ещё интересного. Продуктовый магазин запускается. И можем увидеть новое столовое, друзья. Тоже хорошие отзывы. Ну, в принципе, я ни плохих аджиматей нигде не слышал. Давайте пройти и посмотреть. Если видите, компотики, блюда. Отпугивать или мог, чтобы никто не садился. И по ценникам, что в этом году можно разглядеть. Ну, чтобы полностью всё увидели. Хочется, как говорится, вам всё показать по максимуму. Здравствуйте. Здравствуйте. На первое что не пожелаете? Нет, я не покушать. Я от сцены поглядеть. Посмотрите, у нас цены дешёвые. Самое главное, чтобы вкусно было. Люди хвалят. Это важно. И как всё выглядит, ребят? Говядина, картошечка жареная с грибами. Говядина прям хорошие кусочки. Тушёные. И здесь можно увидеть красоту. Вот так вкусняшечка разная. Она своя припичка, очень вкусная. Спасибо. Хорошая работа вам. Спасибо. И также у ребят есть вот здесь ещё зал на улице, в который можно прийти, посидеть. Видите? То есть не обязательно именно вот здесь. Кушать. Комментируйте обязательно. Ценники. Что нравится, где нравится. Это очень важно для выбора наших дорогих гостей. Потому что все столовые, в принципе, очень хорошие. Мы с вами выходим уже непосредственно на море. Прямо рядышком. Оно у нас здесь, смотрите. Глобальные перестроения. В Джимоте можете увидеть. В правой стороне ещё столовая работает. Но здесь музычка. Я боюсь, что получу бан. Поэтому пока заходить не будем. Выберем потом момент потише. Ну и пускай хоть одна столовая у нас останется не снятым. Девушки сидят, что-то перебирают. Здесь готовится зона для отдыха, для запуска уже. Вот-вот-вот-вот. Тут у нас проход уже подготовлен. Но нету пока на первом проезде настилов ещё. А это не очень радует. Потому что многие хотят ходить. Красиво. Здравствуйте. По удобным дорожкам. Чтобы всё было классно. Ну, цепочки шлюхлюют, окрашивают. То есть делают всё по красоте. Мы этого прям очень сильно ждём. Здесь у нас сейчас выглядит всё в таком формате. Слушайте, оттуда, смотрите, сделали такой спуск в пологе. Прям интересно. Здесь переработка идёт этих зон полностью. Самое главное, чтобы туалет уже скорее запустился. Люди могли бы этим воспользоваться. Ну и наше морюшко, ребята. Просто фантастическая красота. Там есть ещё лежачки немножко в аренду, которые сдаются. Но людей ещё не так уж и много, чтобы, говорится, всех порадовать этим. Ну и зелень присутствует. Море, большому сожалению. Ветра вообще нет. Чтобы вы понимали, сегодня по прогнозу должен был до 8 метров. Хорошая волна. Я думал, всё, сейчас водоросли выплюнет. И будет всё по красоте. Но, большому сожалению, нет. Вот всё как есть по факту. Дети у них гуляют. То есть особо никому не мешают эти водоросли. Будем надеяться, что и мне особо. Но это уже прям цветение. Очень много хладофоров бродячей, к большому сожалению. Но я хочу вам просто показать, чтобы вы сами почитали, сколько шагов до чистого моря. Ну и, в принципе, вот они всё. Водоросли заканчиваются. Та-дам! Только вот оно расстояние под берегом, где они стоят. Над водой у нас 23,3 температура. О, теперь мы узнаем температуру водички. Сколько она? Я думаю, что это будет очень многим интересно. Но мы ещё с вами не прощаемся. Я хочу... Хотя ладно. В этом видео достаточно. Отдельно снимем. Потом улицу морскую. Пройдусь, подсниму, как там всё выглядит. Думаю, чтобы больше хорошего контента и разнообразного было. И всё в одну кучу не пихать. А то устанете смотреть всё это. Как говорится, нам лучше получать информацию постепенно и по чуть-чуть. Ох, ох, ох. Дети накупали. Ну, слушайте, самый хороший показатель. Люди купаются в море. Там, 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 там с детьми. То есть, при том, что их не так уж и много на пляже. Это говорит о том, что всё, в принципе, хорошо. А больше нам ничего и не надо. Согласитесь, мои любимые, дорогие и родные зрители. Не забывайте, что очень важно подпиской поддерживать канал. Делиться со своими друзьями ссылочками. Также жду вас в ВКонтакте, Яндекс.Дзен. Везде Юрий Озаровский набирайте. И буду благодарен за подписочку. Ну, а теперь озвучиваем температуру водички. Какая она у нас? Что-то камушек какой-то нашёл. 21,1. Вот вам, пожалуйста, изменения. Северный ветер перестал дуть. При этом солнце не светит. Были у нас сильные, так сказать, ливень, дождь и море. 21,1. Джимотэ. До следующего видео. Всем пока-пока. Пишите комментарии, ставьте лайки. И водоросли. Это Джимотэ. Под берегом стоят водоросли. Первый проезд. Ну, какие-нибудь тёплые. Буквально метр-два. И там дальше уже чистая вода начинается. Вот здесь можно хайповать. А-а-а. Беда, беда. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...